Здравствуйте, дорогие слушатели радио! Добро пожаловать в гости к Сергею Анатольевичу Сивоха на мою, так сказать, радиотерриторию, которая находится на радио Пятница. Это новая программа, сейчас будем экспериментировать, сейчас будем чего-то искать, и поэтому первым гостем я, разумеется, позвал человека проверенного, человека, за которого можно ответить, по крайней мере, я не постесняюсь за такого парня ответить. Ну, а описать его можно несколькими тезисами. Сейчас я попробую потянуть интригу, несмотря на все анонсы, которые неделю звучали в эфире радио Пятница. Скажем так, его песни неоднократно поднимались на вершины европейских и американских чартов. Правда, без его участия, не в его исполнении. Он может написать хитовую песню быстрее, чем продолжительность среднестатистического полового акта. Например, да, написал слова одной песни менее чем за 7 минут. Мужчина, который не стесняется снимать штаны на глазах сотни тысяч женщин и такого же количества мужчин. А что там сотни тысяч? Миллионов практически, если считать телевизорами. И еще, что особенно приятно, этот человек сочинил больше слов, чем Достоевский. Достоевский может похвастаться всего-другими словами. Это знаменито его «стушеваться» или «модничать». А в арсенале этого человека есть такие слова, как «ачечи», «чумачечи», «пырышки-пупырышки» и много еще новых слов. Дорогие друзья, что там думать? Этот замечательный Алексей Потапенко. В миру просто Потап. Как ты любишь, чтобы тебя называли? Сергей Анатольевич, спасибо большое за такой интердакшн. Мне нравится еще такое. Он это такое не до сего. Я еще тянусь к вам, Сергей Анатольевич, я дальше работаю. Мне нравится Потап, Леша, меня по-разному называют. Само одевал, чтобы не били. Ты смотрел замечательный танец в Тверх в исполнении оренбургских девочек несовершеннолетних? Я не мог не смотреть этот танец. Дело в том, что вся лента пестрит. И в Фейсбук, интернет весь, да, из уста в уст передают. Танец девочек георгиевских, так сказать, институтов. Ну, георгиевских, которые уже привязали. Ну, и будем называть их танец пчелки. Да, пчелки. Давай людям объясним, что такое Тверх. Тверх – это танец. Да, ура, 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 ура. Я как мужчина говорю, ура, наконец-то. Вы нас пилите, а мы вас сожрем. Слушай, ну, мусульман же, ну, там, четыре жены, да, можно иметь. Ну, да, ну, одну-то, знаешь, там, ну, много столожен, одну-то съесть, там, руку. Ну, как, когда одноногая свинья, говорит, пожалуйста, у кума, а кума в море, говорит, а что, где свинья без одной ноги, говорит, на костюме. Он говорит, ну, как, что, из-за колодца будут все свиньи убивать. Я боюсь становиться не более. Да, вы любимый артист моей бабушки. Средиземного моря, огромное трехпалубное... Центр Средиземного моря, это классно, да. Огромная трехпалубная яхта медленно качается на волнах. 50 раздетых женщин танцуют на одной из палуб под мои песни. Ну, что ж, я начинаю рассказ о своих корпоративах. Вот так начинается князь. Ага. Будет делать все для того, чтобы подначить участника, перейти к тени. Вот, я боролся со всеми одновременно, пока я не понял, что надо бодить, стащиву вулкан Александра Пономарева. Я очень... Я всегда думал, что я юморист. После Лиги Смеха я понял, что я ничего в юморе не понимаю. Я хотел бы купить всех авторов в Украине, перекупить весь квартал, чтобы написали моей команде, чтобы я Сивоху со своей командой просто разделал бы, расслабил бы. Леха, может быть, тебе дать поляны квасовой, что-нибудь, какую-то минеральную водичку? Я говорю, давайте и сигаретку, и показывайте, что вы там умеете. Жалко, не видят нас. Мы сейчас в бутылочке сидим, в байке. Отличная студия, пятница. Вот, ну, а глобализация все-таки... Как Виталина, не шалит. Да, у меня к вам несколько вопросов. Слушай. Я хочу склонять Сивоха, и не менее этого я хочу, когда выходишь в поле, громко мотикнуться. Нет такого ощущения. Выходишь и хочется сказать, а ну, пошли вы все к какой-то бабушке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!